Здравствуйте! Вы смотрите программу Грядки в порядке в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим об уборке корнеплодов, так что же влияет на сроки уборки корнеплодов? Наталья Викторовна! Наконец-то наступила пора уборки корнеплодов. Она, конечно, приятная, потому что убирать вроде всегда приятно. Убираешь урожай, который ты вырастил долгим-долгими летом. И, конечно, пора уборки урожая, она ответственная, потому что очень многое зависит от того, как вы уберете, когда вы уберете. И на сроки уборки корнеплодов и свеклы, моркови, репы, редьки, дайкона влияют два фактора. В первую очередь погода. Наша непредсказуемая погода, она может быть самая разная. И биологические особенности сорта. Какой он ранний, спелый, поздний, средний, когда вы посеяли, все вот это влияет. И, конечно, нужно смотреть, самое лучшее, когда у вас корнеплоды достигают технической спелости. То есть они созрели, их нужно убирать. Говорит о технической спелости тот факт, когда начинает желтеть ботва. Вот нижние веточки ботвы у свеклы, моркови начинают желтеть. Это верный признак того, что корнеплод готов к уборке. Но иногда ботва желтеет, потому что вы не поливаете. Сухая осень, и многие датчики забывают о корнеплодах. Пусть растут себе, вот это идет до них черед, тогда ее берем. И прекращают практически всякий уход за ними. Иногда желтеет ботва от того, что вредители и болезни. Это самый худший вариант. Тогда такие корнеплоды вообще нужно удалять и не хранить их, потому что и храниться-то они не будут. Если осень затяжная и теплая, тоже смотрите на погоду, потому что корнеплоды, они двулетние, и они могут в влажной теплой почве просто начать прорастать. А корнеплоды прорастут, они становятся жесткие, они не хранятся, их есть практически невозможно. Поэтому, конечно, смотрим на вот эти все факторы. Дарья Викторовна, когда нужно убирать корнеплоды? Вопрос, конечно, такой спорный. Как не прогадать со временем? Спорный, да. Недачник утверждает, что нужно убирать пораньше. И начинают убирать свои моркови, свеклу и редьку уже в сентябре месяце. То есть, не дожидаясь, когда начнутся дожди затяжные осенние, чтобы там она не раскисла у них вот эта продукция. Конечно, убирать раны нельзя, потому что корнеплод должен созреть, у него должна появиться такая кожура плотная. Она берет на себя функцию защиты. А если она не созрела, то она тонкая, и она является как бы проводником, дверью для проникновения микробов и бактерий, болезней. И потом, понимаете, когда корнеплоды рано убираются, они не набирают свой вес. Ведь в сентябре, запомните, в сентябре корнеплоды набирают практически половину своей массы. И они начинают активно набирать этот вес. Вот смотришь летом, маленькие, выдергивая морковку, свеклу там для супа, для салата, они маленькие корнеплоды. А в сентябре идет активная формировка корнеплода. А если вы его убрали рано, вы просто не дали корнеплоду созреть. И не созревшие, они быстро очень выдают. Они практически не лежат даже до Нового года. Некоторые дачники, наоборот, говорят, нужно оставлять, и пусть они вызревают в почве, пока уже морозы не ударят. Это тоже неправильно. Потому что все корнеплоды, они могут переносить небольшие заморозки. Небольшие. А дожидаться, когда уже стабильно морозы, держатся морозы минус 2, минус 3 градуса, 2-3 дня, это уже тоже плохо. В общем, смотрите на погоду, смотрите на свои корнеплоды. Можете отдельно вырвать и свеклу, и морковку, посмотреть, какая она, посмотреть на кожуру. И тогда уже принимать решение. Не смотрите на соседей, потому что вы сели в разные сроки с соседями, у всех свое время. И разные сорта у вас. То есть, это не показатель. Ну, в общем, подводя вот так резюме, я хочу сказать, что октябрь самый благоприятный месяц для уборки корнеплодов. И многие дачники стараются в октябре убрать корнеплоды и начинать подготовку участка к зиме. Наталья Викторовна, как правильно выкапывать корнеплоды? Есть ли здесь свои хитрости? Конечно, есть. В первую очередь убираем свеклу. Она самая теплолюбивая. И у большинства сортов свекл, особенно в цилиндрической, у нее половина корнеплода наружу. Поэтому она очень чувствительна, даже вот к минус одному градусу, к минус двум. Может выдержать, допустим, единичные заморозки, но только наступает похолодание, свеклу нужно убирать. Через недельку убираем морковь. И копать очень важно, как вы выкопаете свою свеклу и морковь. Потому что свекла, морковь вернее, она, как правило, сидит в земле полностью погружена в почву. И когда вы начинаете ее дергать, часто в руках остается одна ботва, а сам корнеплод в почве. Берут лопату и начинают выкапывать. Лопату лучше отставить в сторону. Копаем только вилами. Копаем так, чтобы не повредить корнеплоды. Это очень важно. Потому что вот эти царапины, порезы, это уже говорит о том, что такой корнеплод храниться не будет. Поэтому выбираем хорошую сухую погоду. Это важно и для корнеплода, и для вас тоже. Какая радость копать корнеплоды, когда сверху льет дождь. И выкапываете грязь. Конечно, грязную продукцию, все в грязи, в комьях, в грязи. Потом нужно это все просушивать. Выбираем солнечную сухую погоду, начинаем выкапывать вилами корнеплоды. И многие оставляют. Выкопали и оставляют на грядке. Пусть просохнет, пусть погреется солнышком. Тоже неправильно. Сразу берите в руки нож или ножницы, обрезайте ботву. Если вы оставили свеклу или морковь с ботвой, то очень быстро идет отток питательных веществ из корнеплода в листе. И корнеплод увядает. Поэтому выдернули, выкопали, взяли нож и ботву на свекле обрезаем почти подчистую. А на морковке можно оставлять хвостик небольшой, 1-2 см. И лучше ее убрать в сухой навес. Не на солнышке ее просушивайте. Потому что она прогревается на солнышке, быстро увядает и сама нагревается. Потом теплую продукцию закладывать на хранение нельзя. Подсушиваем. То есть вот так выкапываем корнеплоды. Наталья Викторовна, как Вы считаете, мыть или не мыть корнеплоды? Вот стоит это делать. Вопрос спорный. Раньше вообще не принято было мыть. Я тоже раньше утверждала, что когда Вы моете корнеплоды, Вы смываете защитную вот эту пленку на корнеплодах, которая образуется. Да, она является защитой. Но как быть, когда Вы выкопали корнеплоды, погода плохая, а не с комьями грязи. И, конечно, хранить такую продукцию. Ее, во-первых, нужно долго сушить, если грязные и свекла, и морковь. Поэтому есть плюсы и минусы. Мыть или не мыть. Что является плюсом? Ну, когда Вы моете корнеплод, Вы, конечно, смываете грязь. У Вас корнеплод становится чистым. И на чистом корнеплоде намного легче определить больной он, поражен проволочниками, или есть какие-то порезы. Увидеть. Да? И сразу уже ясно. Хранить корнеплод или пускать его сейчас в переработку. Ну, во-вторых, когда Вы смываете грязь, Вы смываете и бактерии, микробы, которые есть в комьях грязи. То есть Вы как бы очищаете от инфекции. Потом, с эстетической точки зрения, но удобнее брать корнеплод, когда он чистенький и просушенный. Правда? Вот. Ну, а минусом является то, что, конечно, попробуйте промыть, вот, допустим, несколько десятков килограмм моркови или свекла. Это нужно иметь и тару, и емкости какие-то, и потом просушить, как бы уже второй раз. Первый раз Вы подсушиваете, когда Вы копали, а потом надо просушить, когда Вы уже его помыли. Поэтому не у всех есть под рукой подручные материалы, чтобы была вода, там, таз большой или какая-то бочка. Поэтому у этих способов есть плюсы и минусы. Все зависит от того, когда Вы копаете корнеплод. Поэтому я всегда говорю, копайте в сухую погоду. Вы его выкопаете чистеньким, без комью в грязи, немножко просушили день-два под навесом. И надобности в мытье нет. Это просто отпадает этот способ. Какие еще корнеплоды можно убрать в октябре? В октябре выкапываем, убираем на хранение и редьку, зимнюю репу, дайкон. Выкапываем корневую петрушку, корневой сельдерей, потому что их тоже нужно уже хранить, закладывать на хранение. Если мелкие корешки, сельдерея, петрушки, пастернака, оставьте их в земле. Они прекрасно перезимуют и рано весной они дадут Вам приятную витаминную зелень. В конце октября выкапывают топинамбур. И, конечно, он растет на одном месте где-то около 5 лет. Поэтому, знаете, сколько он у Вас растет, можно его менять для него другое место. Выкапывая эти топинамбур, старайтесь оставить несколько клубеньков в земле. Они на следующий год дадут новые ростки. И хранить их нужно, переслаивая торфом или землей, чтобы они не увядали. Ну, а самым последним убираем хрен. Это уже тогда, когда наступают заморозки, потому что хрен не боится заморозков. И, наоборот, он становится слаще, ароматнее, не такой ядреный. И храним его почистили, храним в целлофановом пакете в холодильнике. Спасибо, Наталья Викторовна, за Ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего Вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на Вашей даче.